Старый крокодил долго спал на берегу реки, уткнувшись мордой в песок и опустив хвост в воду. Ему снилось, будто он не крокодил, а большая зеленая птица и летит над всей Африкой. Внизу гуляют жирафы, бегают львы, а он летит и машет своим зеленым хвостом. И хвост у него такой легкий, прохладный, такого хвоста нет ни у одной птицы. У меня очень широкие крылья, думает во сне крокодил. Я могу лететь долго-долго и не уставать. А у кого есть такие широкие крылья, спросил он. И никто ему не ответил, потому что ни у кого не было таких широких крыльев. А кто может так долго летать, спросил он. И опять не было ему ответа, потому что кто же может так долго летать, как крокодил, зеленая птица. Хорошо летать, думает крокодил. Хорошо подняться высоко-высоко, чтобы было видно все кругом и чтобы тебя все видели. Ты меня видишь, жираф? спросил он. Вижу, ответил жираф. Конечно. Ты меня видишь, лев? Да, сказал лев. А кто же тебя не видит? А кто я, спросил крокодил. Ты большая зеленая птица с широкими крыльями, ответил жираф. Уже и Африка осталась позади. Теперь он летел над морем. Внизу вздымались волны, и кит качался на самой большой волне. Он умеет нырять глубже меня, подумал крокодил. Но он не умеет летать. Ты умеешь летать, кит? спросил он. Ты знаешь, кто я? Нет, я не умею летать, зеленая птица, ответил кит. Но ты можешь сесть на мою спину и отдохнуть. И крокодил опустился на спину кита. Вот он какой, думает крокодил, гладя шершавую китовую кожу. Вот он какой, главный морской крокодил. И крокодилу вдруг так захотелось хоть на минутку стать китом, что он сказал. Кит, а давай я стану тобой, а ты зеленой птицей. Не, подумав, ответил кит. Из этого ничего не получится. Из меня выйдет слишком большая птица. Ну, может, попробуем? Зачем? удивился кит. Зачем мне быть птицей, если я люблю море? И тут крокодил проснулся. Африканское солнце ослепит ему глаза. Братья крокодилы, как бревна, плавают в реке. И так ему опостылило на все это смотреть, что он снова засыпает и становится зеленой птицей, летящей над всем миром. А за всем миром на холме стоит заяц и громко кричит. «Ёжик! Медвежонок! Вы меня слышите?» Заяц смотрел на лес. Синий ветер трепал ему уши. «Молчал!» сказал себе заяц и закричал еще громче. «Ёжик!» «Медвежонок!» «Но чего ты кричишь?» сказал кто-то. Заяц оглянулся. Никого не было. «Нечего кричать!» сказал кто-то. «Все равно не услышит!» «А ты кто?» спросил заяц. «И где ты есть, если тебя нигде не видно?» Кто-то прошелся туда и сюда и остановился прямо перед заяцем. «Вот что!» сказал кто-то, глядя заяцу прямо в глаза. «Медвежонок сейчас спит, поел и отдыхает, а ежик идет к нему с песней». «А о чем поет?» спросил заяц. «Без слов». «Откуда ты их знаешь?» «Я знаю все». «А зачем я их звал?» «От радости». Солнцу обрадовался и кричишь. «Верно!» сказал заяц. «А что я им хотел сказать?» «Весна». «Точно! А еще?» «Давайте попрыгаем!» «А еще...» «А больше!» «Все!» «Что ты еще можешь сказать, если у тебя ветер в башке?» «Опять верно!» подумал заяц. «А я больше ничего и не захотел». Но заяц очень-очень хотелось поговорить с кем-то, кого не видно так, чтобы кто-то рассказал ему, кто он есть. «А давай побегаем!» спросил заяц. «Со мной неинтересно», сказал кто-то. «Почему?» «Я везде. Куда не побежишь, а я там». «Не верю!» «Беги!» И заяц, сложив уши, помчался с холма, долетел до реки и так прыгнул в сторону, что любой на его месте, будь то лиса или даже волк, не удержались бы и рухнули в воду. А заяц заскочил в ельник, скатился во враг и, спрятавшись под сломанной сосной, прошептал. «Ты здесь?» «Ты здесь?» «Где ты?» «Ты здесь?» «Не дрожи!» «Я здесь!» Сказал кто-то. И заяц остолбенел. «Ну, покажись!» «Ты где?» «Ты где?» «Покажись!» Заяц начал тоненько плакать. «Я не могу!» ответил кто-то. «Я не умею!» «Тебя заколдовали!» Сказал заяц. Заколдовывают в сказках. «А мы где?» Спросил заяц. Кто-то немного помолчал, а потом заиграл на балалайке. «Три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-т На лес опускались сумерки, а заяц сидел под сломленной сосной. Прижав голову к своим ушам, качался из стороны в сторону и мучал, как будто у него болел зуб. «Ничего», — утешал его кто-то, — «это пройдет. Ты, главное, помни, что есть кто-то». Кого никогда не видно.